Девочки мои любимые, всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Ольга. Такое быстрое приветствие. Сегодня у нас интересное видео, немного необычное. Я вам покажу свои покупки, которые я купила со скидками. Ну, одна покупка без скидок. Эти покупки все, которые я сделала в конце ноября, в декабре, что-то на черную пятницу. Самое главное, что здесь будут и базовые вещи некоторые, а также будут вещи на выход. И в конце, после того, как я вам покажу, я примерю эти вещи, потому что мне нужно с вами вместе выбрать наряд. Сегодня, после обеда, сейчас снимаю это видео, после обеда у нас на работе корпоратив, шведский стол, который во второй части, конечно же, я вам покажу. И вы узнаете, что я выбрала. А сначала я вам покажу все эти вещи. И самое главное, оставайтесь, конечно, со мной. Будет интересно. И в комментариях интересно, что вы напишите. Также ваше мнение, что вы посоветуете. Если могу вас попросить, всегда приятно. Если вы подпишетесь на мой канал, сейчас декабрь, а значит, какие-то желания должны исполняться. Также пишите свои комментарии. И ставьте лайки, если вам нравится такой контент. Давайте не будем затягивать. И начнем. Начну я с первой вещи, которая непосредственно сегодня на мне. Я думаю, сейчас я поближе. Вам будет видно. Это такое кашемировое поло и 100% кашемировый свитерок от Давида. Это бренд Стокгольм. И его основали братья Холм в 2009 году. То есть бренд наиболее такой, знаете, молодой, но уже популярный. У них 100% кашемир. И кашемир очень-очень хорошего качества. Очень приятно. То есть, если мы, например, сравниваем с Uniqlo, конечно, здесь кашемир по качеству выше. В основном у них свитера, такие худи различные, спортивные вещи. Это не реклама. Я все покупаю сама. Просто впервые познакомилась. И, в принципе, если вы ищете что-то такое базовое, кашемировое, я вам могу порекомендовать. По ценам свитера стоят где-то 250-400 евро. Ну и этот непосредственно, этот поло я купила со скидкой. И увидела я его у нас в Нивермаге Энко. Там он был без скидки. И на сайте Давида была скидка как раз на Черную Пятницу. Я купила с 20% скидкой. То есть, этот цветорок мне обошелся 200 евро. Ну, наверное, не так бюджетно. Но, знаете, это такая базовая вещь, которая будет вас согревать много-много лет. Тем более, я очень хотела вот такой воротничок пола. И именно в таком базовом цвете. Здесь вот такие тут немного, видите, расширенные рукава. Они в нескольких цветах представлены на сайте. И я думаю, что к декабрю сейчас могут быть как раз-таки хорошие скидки. Смотрела я. Есть такой бренд Кнайт. Если я правильно его произношу. У них тоже хороший кашемир. Как раз-таки фасон вот такой похожий свитерка. Вставлю вам картиночку. Но там цены 700 евро, 1500 евро. Какие-то безумные даже со скидкой. Это достаточно дорого. Поэтому я вот нашла для себя такую альтернативу. Хочу с вами поделиться. Первая такая моя покупочка. Приятно, что все-таки у нас в Швеции есть местные, сильные, такие красивые скандинавские бренды. Следующая моя покупка. Это, можно так сказать, тоже базовая. И это, конечно, Кос. Ну, куда же без Кос. И я купила вот такой свитерок. Помните, у меня была примерка от Кос. Я выбирала там несколько. В основном в той примерке было все черное. Но, знаете, ну не хочется все черное. Во-первых, черный цвет, он не всех освежает, не всех молодит. Я вот нашла такой свитерок молочного цвета. Я его примеряла. Мне он понравился. Это коллекция Кос от Ильерс. Это у них такая линейка. Самое обидное, что я специально ждала скидки на черную пятницу. Но скидки именно на эту линейку, на этот свитер не было. Как я поняла, они и так разбираются. Я взяла чуть ли там не последний размер. Взяла я в размере L. Кстати, это стопроцентная шерсть. Видите, у него расширенный рукав. Здесь идет молочный такой красивый цвет. И здесь идет вот такая бежевая торочка. Сам свитерок, он идет, если здесь он идет такого свободного кроя, то он немножечко приталенный. И сзади, вот если вы увидите, да, даже сделаны выточки. Вот здесь вот видно, даже сделаны выточки. В общем, мне понравилось то, что красивый молочный цвет. А мне кажется, что этот цвет подойдет всем. И он освежает. И это у меня как вариант. Я его тоже примерю как вариант сегодня надеть. В принципе, эта вещь может быть базовая, может быть рабочая в офис. И если вы ее красиво обыграете какими-то красивыми серьгами, кулонами, она также, эта вещь, может быть и на выход. Цена была 120 евро. Но я считаю, что, наверное, для стопроцентной шерсти это приемлемая цена, даже без скидки. Вот такой свитерок у меня был как второй. Никогда не выхожу откос без покупки. Это какой-то кошмар. Вот хоть не заходи, хоть не примеряй и вообще проходи мимо этого магазина. Ну что, следующие вещи. И здесь у меня будет два платья. Одно платье более-менее, можно так сказать, простое, базовое от Massimo Dutti. Тоже на моем канале была примерка этих платьев, было видео. И я посчитала, что это платье, вы знаете, оно можно, если так сказать, и в пиромир, его можно будет надеть куда-то и на юге, если вы в теплых странах на ужин. А также его можно будет надеть сейчас и на корпоратив, если его обыграть с чем-то. И также в январе у нас будет встреча выпускников. Я вам уже где-то говорила. У нас 25 лет дня окончания института. И вот это платье от Massimo Dutti. Ну, в этот раз это черный цвет. Платье длинное. Посмотрите, оно такое в пол. Платье немножечко свободного кроя. Оно не совсем облегает. Так что это меня устраивает. Мне это понравилось. Самое главное, что мне очень понравилось, что здесь идет вот такая красивая сеточка. И спереди, и сзади. Вы знаете, это очень выигрышно. Во-первых, если вы наденете здесь минус, наверное, единственное, что голые руки. Но если вы наденете болером или какой-то жакет. Вот в видео я примеряла с синим жакетом. Но любой может быть жакет. Может быть и серый, и бархатный жакет, и черный. И тогда очень красиво будет смотреть. И самое главное, что здесь в вырезе будет вот эта сеточка. И вот это мне очень понравилось, что оно такое не черное под горло, а оно такое облегченное. Плюс хороший струящийся фасон. И здесь я взяла в размере M. Оно достаточно хорошо сидит. И платье стоило 140 где-то евро. Ну, судите сами. Сейчас, мне кажется, все подорожало. Massimo Dutti тоже подорожало. И вот такая ценовая политика. Конечно, Massimo Dutti я не считаю, что сейчас это такой бренд уже масс-маркет. Я думаю, что это бренд уже среднего сегмента, так же как и Кос. Ну, вот имеем, что имеем мы с вами. Ну, и самая дорогая, можно так сказать, самая эксклюзивная моя покупка. Платье от Кутюр. Честно вам скажу, не свойственный мне фасон. Но взяла в плане эксперимента. И интересно было посмотреть. Давайте покажу, потом обсудим. И это платье. Ну, я все примерю, поэтому вы все будете видеть. Вот такое платье. Посмотрите. Длинное. Здесь оно полностью обтягивающее по бедрам. И тоже оно идет, как бы, можно так сказать, макси или миди. Дизайнер Александр Ваучер. Если я правильно произношу, извините, это французское имя и фамилия. Это дизайнер достаточно молодой. Но его фишка в том, что как раз таки он производит такие женственные платья. В основном у этих платьев изюминка в том, что очень подчеркнута линия плеча. Здесь под плечики. И, что я не сразу поняла, здесь очень-очень большой вырез. То есть, даже если у вас хорошая грудь, даже если у вас небольшая грудь, то этот вырез практически до пупа. Это минус. Но я примерю, посмотрю. Я подумала, если что, здесь можно немножечко зашить. И тогда этот вырез не будет такой длинный. Что мне понравилось? Конечно, мне понравилось качество платья. Мне понравилось то, что здесь длинные-длинные рукава, которые хорошо обтягивают руки. Это платье я купила со скидкой. Размер 42. И стоило оно достаточно дорого. Около 1800. Но как раз таки со скидкой я его купила на Луиза Виарума. Можно так сказать, повезло. Получилось оно у меня 1000 евро. Но достаточно дорого. Знаете, будем примерять, будем смотреть. Конечно, на такую цену, за такую цену платье должно сидеть шикарно. Что мне не нравится? Здесь, знаете, такой очень-очень глубокий черный цвет. То есть, черный, он тоже бывает разный. В данном случае черный, который не совсем освежает. Хотя здесь и большой вырез. То есть, кому не подходит вот такой глубокий, знаете, как я его называю немножко траунный черный цвет без подтона. Наверное, будет тяжеловато. Вообще, мне не очень подходит черный цвет. Поэтому нужно будет обыгрывать какими-то серьгами. Но мы с вами посмотрим на примерки. Ну, а то, что мне нравится, что платье хорошо подчеркивает красиво фигуру. И красиво оно так струится и облегает бедра. Буду примерять. Примеряла только один раз. Так, знаете, в спешке, когда получила. И, знаете, знакомство с этим дизайнером. Я вам ставлю какие-то картинки, платье, которое ему характерно. Если вы не знаете этого дизайнера, сама с ним только познакомилась. Но всегда будет интересно посмотреть его продукцию. Возможно, что-то как раз-таки ищите такое, знаете, в пол. Шикарное. На праздники, на Рождество. Ну, и как раз-таки можно присмотреться к этому дизайнеру. Наверное, сейчас к Новому году будут большие скидки. Ещё раз говорю, купила на сайте Луиза Виарома. Ну что, вот такие были покупочки. Давайте сейчас пойдём примерять. Самая интересная часть выбирать. Мне даже страшно, если честно, вот этот вырез. Но, раз сказала, надо будет для вас примерить и определяться. Так, девочки, смотрите. Ну, вот такой вот образ с этим свитером кос и чёрные брюки. В принципе, чёрные брюки вы можете брать любые. Но у меня это классические брюки, которые я часто использую. Так вот смотрится свитер. И я здесь добавила вот такими, думаю, вам видно достаточно массивные золотые серьги. Я думаю, что они очень классно сочетаются. Золото и вот этот вот молочный цвет. Сумка у меня Диор. Я часто ношу эту сумку на выход. Мне кажется, что она тоже хорошо сочетается. В принципе, этот такой наряд, он достаточно скромный, вы видите. В нём можно и куда-то в офис, и на деловую встречу. В принципе, и на каждый день. А также на корпоратив можно. Потому что у нас такой корпоратив, этот шведский стол, но там, знаете, не для вечерних платьев. Там так демократично, как всё в Швеции. Вот такой вот первый наряд. Так вот смотрится свитерок. Девочки, смотрите, следующий мой наряд. Это как раз-таки вот с этим платьем. Массима Дотти. Вот смотрите, как раз-таки о чём я вам говорила. Жакет чёрный. И здесь неплохо, вот так выигрышно, красиво смотрится именно эта сеточка. Вот так. Видите, насколько длинное платье. Какая длина у этого платья. И у меня очень высокий каблук под это платье. И оно вот такого свободного прилегания, свободного кроя. Сумку я выбрала тоже Диор. Это моя такая сумка. Она всегда у меня на выход. Как я уже сказала, вы можете жакет надеть, какой вы хотите. Здесь может быть и бархатный жакет, тёмно-коричневый. Мне кажется, будет красиво смотреться тёмно-зелёный, такой изумрудный. Но в моём случае такой вот чёрный жакет. И здесь вот именно красиво смотрится этот верх. И опять же у меня вот эти серьги. Кстати, серьги у меня от Glitter. Они дешёвые, 15 евро они стоят. Но они смотрят очень хорошо. Они смотрятся хорошо. Мне кажется, они как раз-таки, знаете, придают такую изюминку. Так, и третье платье от Couture. Непосредственно от самого Александра. Слушайте, оно так тяжело одевается, это платье. Тут надо только Александра, самого дизайнера, приглашать, чтобы он помог застегнуть сзади. Я думаю, что платье, конечно, смотрится красиво. Здесь, как вы видите, вот эта линия плеча. То, что я вам говорила, очень красивые длинные рукава. Ну и вот непосредственно, видите, вот здесь очень-очень открытый вырез. Я вам специально показываю. Но я думаю, что здесь можно вот так защипеть. Вот так, и тогда будет хорошо смотреться. Но так вот, конечно, видите, платье, оно очень обтягивает. Очень обтягивает бедра. Здесь оно так свободно идёт сзади, как такая блузка. То есть, в принципе, это смотрится как блузка и как юбка. Так оно смотрится на бедрах. Сумка от Шанель, мне кажется, она наиболее хорошо здесь смотрится. Ну, конечно, платье, я думаю, что платье шикарное. Платье красивое, но, да, это не для корпоратива на работе. Но это куда-то, если вы хотите прям произвести, знаете, вот такое прям вау впечатление. Но здесь вот только надо поработать именно вот с этим моментом. Вот эта вот зона очень красиво, конечно, сделана зона плеч. Так интересно, на моделях они все без бюстгальтера, вот в этих фасонах. Ну, в общем, я не знаю. Но для повседневной жизни его нужно немного вот здесь приспособить. Вот посмотрите, если здесь его вот так и будет, тогда я думаю, что всё хорошо. Смотреться. Девочки, я надеюсь, вы меня видите. Я приехала, я уже на месте. Слушайте, я днем вздремнула час и стала такая разбитая. Вот, в принципе, с одной стороны, хорошо так поспать перед мероприятием, а с другой стороны, потом чувствуешь себя разбитой. Я уже не первый раз замечаю. Но я... Посмотрим. Сейчас 7 часов, мы начинаем 7 часов, посмотрим, как долго это будет. Видите, как здесь красиво. Достаточно всё украшено. А вот там, если вы видите, посмотрите, вот там прям море. То есть классное такое место. Я уже там вижу наших в окошках сидят. Сейчас зайдем внутрь и начну вам всё показывать. До встречи. Кстати, посмотрите, я в новом пальто. Видно вам? Вот. И знаете, что хорошо? Классно то, что здесь очень всё-таки широкие рукава. И мой жакет поместился. Раньше это была проблема. Так что покупкой очень довольна. Девочки, посмотрите, вот так там выглядит внутри ресторан. Сейчас я вам ещё покажу, как тут что выглядит. О, слушайте, сколько раз здесь была. И не знала, что здесь есть такое уютное местечко, где можно присесть. Интересно. Смотрите, здесь даже библиотека. Что-то можно и прочитать. Слушайте, Эврика, посмотрите, нашла какое классное местечко в лифте. Тут, оказывается, в отеле есть лифт. И могу вам показать свой наряд. Да, получилось всё чёрное, как и планировала. Но, как я вам сказала, я думаю, что хорошая альтернатива будет накинуть велюровый жакет, который сейчас в моде, в таком изумрудном, в тёмно-бордовом или в тёмно-синем цвете. Но у меня не оказалось, поэтому я вот так. Сумочкой Диор. Вот так я выгляжу. И сейчас, смотрите, какие большие копыта надеваю редко. Сейчас мои коллеги меня увидели, прям так посмотрели, потому что не привыкли меня видеть на таких каблуках. Вот так выглядит сам зал с едой. Вот так выглядит. Вот так выглядит. Поехали! Поехали! Мы должны посетить! Мы должны посетить! Здесь в центре! Да, там много! Так! Я думаю, это наши места! Так! Финт! Девочки! Поднимаю этот бокал за вас! Пусть в следующем году все ваши желания сбываются за вас, мои хорошие! Очень громко! Но я надеюсь, что вы слышите меня! Смотрите, шведский стол Юльбур начинается с различных видов селедки! Селедка не соленая, как у нас, а она маринованная! Здесь и горчица, и сметаны, и соус! В общем, чего тут только нет! Посмотрите, какое изобилие! В общем, все начинают с этого! И она имеет различные названия! То есть, и в апельсиновом соусе, и в лак сильно, это просто с луком маринованное! Так что вот, начнем сейчас с этого! Смотрите, следом идет стол с закусками! Здесь различные лосось, рулеты, такой лосось копченый! Также скаген, это такое национальное блюдо, креветки с яйцом! Ну и вот, как вы видите, различные виды копчености, мяса! И овощи! Так, сейчас я вам покажу сладкий стол! Тут очень интересно, посмотрите сколько сладостей! И как красиво оформлен стол сладкий! В общем, начиная от конфет, мармелада и заканчивая разными десертами! Посмотрите, какие классные! И марципан, и ванильный мусс, и шоколадный мусс, и фрукты! В общем, все, что душе угодно! Вот так! И вот там очередь стоит за горячими блюдами! И заканчиваем сладостями! Это вот такой рисовый пудинг! И тут такой кусочек бисквита! Фу, девочки! Ну я, в общем-то, вышла, отстрелялась! Так, время 11 часов! А мне завтра вставать в 6 утра и в 6.30 уже выходить из дома и работать! Все, все говорится как бы хорошо и ничего! Но если бы не нужно было завтра на работу! Показала вам все, что могла по возможности! Все, буду с вами прощаться! Быстро поеду домой и сразу спать! Я вас люблю! Увидимся! Не грустите! С вами была ваша Ольга! Всем пока!